Украина решила пожалеть российского олигарха в кавычках. На украинской правде была новость, по ней переходишь и на их ресурсы экономическая правда, но это крупнейшие интернет ресурсы, и вот они пишут, что олигарх тут сказал, что разрушено все, что мы строили 30 лет. А что ты строил 30 лет? Что ты сделал вообще полезного для людей? И тут его почитать, ввели против него санкции ЕС или Британия, и он заявил, что ему не хватает средств оплачивать базовые счета. Не может позволить себе уборщицу или водителя, сам он не водит машину, возможно его падчерица будет водить, мы не понимаем как выживать. А что ж ты не строил на эти вывезенные миллиарды детские садики, школы, дороги? Что ж ты людей других уничтожил, уморил с голоду, всего от безнадеги? Что ж ты теперь плачешь? А ты на твоих руках сколько крови на этих олигархических? Живешь ты в Лондоне, видите? Ему принадлежит двухуровневая квартира в престижном районе Сент-Джемс, а также особняк в пригороде. Его права владения недвижимостью были заморожены, как и банковские счета и другие активы в рамках санкций. В течение 20 дней его могут высвать из Великобритании, у него есть латвийское, российское гражданство, а также действующая американская виза. Однако он хочет остаться в стране. Если я уеду из Великобритании, у меня уже не будет возможности вернуться. Моя жизнь изменилась за одну ночь. Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы как-то должны начать новую жизнь. И что же вы вот это вот? Правильно, вот это вас мало еще у вас это. Вас надо было тут не выпускать за рубеж, а окончать в стране вот этих всех олигархов-воров. Альфа-банк, вот это все, банкиры, фридманы, вот это все, вот эти фамилии палестинские. И как это все так они обворовали? Это просто это. Вот Википедию открыть Абен. Вот он, этот наш деятель великий. Посмотрите на это вот, вашего огнобителя. Сильно ты плачешь, да? Мало тебе вернулось? Мало. Вот он, россиянин. Сейчас мы прочтем дальше, что это за россиянин. Черные глаза. Как оно говорится, этих вот по эзотерике чертовские. Отец, профессор, он был член-корреспондент Академии наук СССР. Обласкан тогда властью. Видите, все. Потом наполовину латыш. Мать по национальности еврейка. Ну, вот и все. Вам российский олигарх. Чтобы вы знали. Вот вам дальше тут можно не читать. Коллекцию насобирали. Картины. Все. Сколько, гляньте, 20 миллионов картина. 23. 10 миллионов. Сколько можно было подкрыть стомат поликлиник для населения. Таких амбулаторий в сельской местности. Ну, тут просто говорить, сколько они миллионов уничтожили людей, неродившихся. И раньше времени свели в могилу. Мне абсолютно их не жалко. В Украине олигархи ничем не лучше, чем в соседней стране. Надо их гнать, конечно. Видите, обл. администрация Херсонская советовала людям, что на своем сайте откажитесь от дорогих продуктов питания в пользу более дешевых. Ну, то есть, не за что жрать. Жрите землю. И все. И сейчас и то они землю забрали у людей. На продажу поставили. Вот так вот олигархия. Олигарха-паханат. Их нельзя жалеть. Этим олигархам всегда все выгодно, чтобы где-то было нестабильно. Все. Вот эта фотография в Киеве после 2014 года. Они наживаются кругом. Это первый раз их хорошо зацепили. Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создавать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать. Помните линию Маннергейма? Вот эта оборонительная. Вот так вот он сказал. Так что тут эти олигархи просто смотришь новости. А Зеленский сейчас заступился за российского тоже олигарха Абрамовича, что он помогает в переговорном процессе. А американская разведка сегодня сообщила, что ничем он не участвует в переговорном процессе. То есть занесли что ли ему, что он за Абрамовича стал хлопотать перед Байденом. Ну вот видите, продажные какие все.